итак вот валера уже стоит хочет я так понимаю первым тянуть вот такие вот колесики смотрите какую прикольную вещь придумали связали кучу колес вместо бетонного блока как у нас это делают в киеве да и сейчас задача покажу как она будет происходить все дальше и по кругу но кольцо достаточно большое участникам нужно управить провести и оставить ноту в том же створе в коридоре ответе в котором от чтобы они здесь же остановились а кто на лучшее время это сделает тот курицы победил вот кольцо пошло так 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 обходит и сюда не возвращаются так что валера будет стартовать первым ну у дизеля понятно преимуществ намного больше чем у бензина к бензинки у нас тут только будет две или три если я не ошибаюсь а но 48 марика который на автомате кстати но тяжеловато будет ну и несколько бензинок там поджарик был если тоже не ошибаюсь и вон ребята тоже наматывают на митике он тоже вроде бы был бензиновый там две или три общем бензиновая машина все остальные дизеля так ну что первый участник стартует вы видите он должен штурман должен быть сидеть находиться в магазине в машине маршал дает отсечку он выскакивает своим шаг вам цепляет этот рост садится потом только в автомобиль и вторая перешел но тяжеловато для дизеля 606 мотор не может принципе таким запасом стартануть сорвать это с места посмотрим как другие будут это делать тут интересно как это сделает suzuki с 1 и 8 на автомате прикиньте который легкий и не мой как тяжело это будет сделать эти в чем еще прикол сделали нужно отсоединить штурма должен кинуть и здесь обязательно потом автомобиль и так шарик 18 бензинка на автомате бмв шный мотор старый я не знаю как он его потянет если честно на понижайке только будет пробовать но он очень легкий этот жорик но не знаю или осилит он это все посмотрим потому что 606 мотору реально в повороте было очень тяжело он даже не смог на 2 войти в поворот ему пришлось а тупо переключиться на первую и только так он смог войти сейчас посмотрим а Вот еще отсоединить. Вот еще отсоединить. 19 секунд, посмотрим. Он пока входит... Вот еще отсоединить. Я не буду выключать видео для того, чтобы вы смогли сами увидеть, что у нас взорвалось. Или масляный патрубок, или турбина, скорее всего. Уже хоть что-то я сниму. Так, что у нас взорвало? Или охлаждающий, или турбины просто. А шланг с турбины просто. О, с интеркулера. Ничего страшного. Василиса, бежи за ключиком. Давление большое было. Носим. И просто срвал его. Голов поносим. Турбины в интеркулер. Ну все нормально. Но шел хорошо, блин. Так, вот такая интересная Нива, у которой мосты патрола, на рессорах, на пневмобаллонах. Вот я вам так покажу. Посмотрите, которая крены компенсирует, которая из салона. Я так помню, что выравниваются, если я не ошибаюсь. Потому что ребята мне вчера говорили, что сегодня мне расскажут. Самое интересное здесь стоит мотор 1.9 от Гольфа. Многие используют этот мотор, поскольку его можно очень хорошо раскрутить. Ребята, я тебе тоже подсказываю. Очень хорошо его можно тюнингануть, и он выдаст очень хороший крутящий момент, этот мотор. И самое главное, что он легкий, 4 цилиндра. Вот интересно, как он сейчас на Ниве воплотится, и как говорится, получится у них или не получится протянуть этих 6 колес. Или 5, сколько у нас их 5? Так, штурман отрабатывает. Вот тоже еще, видите, играет роль, как быстро штурман это все прицепит. Там сложно, в повороте очень сильно. Многие там зарываются, просто не могут. Вот видите, то же самое и Нива. Но очень медленно там проходит сейчас. Потому что там спуск вниз, и небольшой подъемчик вверх. Сейчас он выскочил напрямую, и все, уже дальше легче. Да, тяжко. Видите, не хватает мотора. Реально, Сузуки, самурайчик, как-то очень легко прошел это все. Пока первое место Бобик, второе место Сузуки. Так, бензиновый Паджерик. Сейчас будет интересно. Мотора, в принципе, бензинки должно хватать. Ну, пошел до воли быстро. Вот вам и бензинка. Все. Недолго он сверлил. Так. Есть. Все, застрелился. Сейчас пойдем посмотрим. Короче, Паджеро решил не мучить себя, просто застрелился. Сейчас пойдем посмотрим, что он застрелил. Мотор. Мотор, скорее всего. Еще. Вообще. Там колеса нормально. А? Нормально колеса стреляют. Шикарно. Пошли. Эти хлопки просто в цилиндрах догорает топливо. И происходит именно взрыв уже внутри самого цилиндра. Видите, начал троить и хлопать где-то что-то. Прогорели, скорее всего, что великолапана. Да, и все. Скорее всего, какой-то клапан погулял. Ну, шел очень хорошо. Да. Да, да, клапана где-то прогорели, поэтому и стреляют как раз. Да, температура хорошая, прогорел и все. Не, я только. То уже не наши. А, то не наши. Итак, М57 мотор на 61-м кузове. Женя с Мишей. Смотрим, как хватит мотор. Тяжко. Очень тяжко, посмотрите. Очень тяжело. Ну, давайте посмотрим. Большинство машин, как вы видите, в топ-атрубок с интеркулера слетел. На Мицике, скорее всего, что прогорели какие-то клапана, поскольку бензиновый мотор, ну, взрывы потом просто в коллекторе происходили. М57 тянет, идет. Мощь не хватает. Пока первая. Так, ну что, Мицик, но теперь уже дизельный. Бензиновый, вы видели, сошел. Посмотрим, в принципе, как это получится у дизельного Мицика. Я думаю, стартанет нормально. Тяги хватит на понижайке. Если он еще автомат, то будет вообще интересно. И не автомат. Пошел, отлично. Смотрим. Неплохо идет, кстати. Вы видите, коптит, потихонечку тянет. Ну, отлично. Ни хера себе пить. Ну, если быстрее отцепить, то будет первый результат. Машину садись! Итак, патрол 4,2. Вот Мицик, чтобы вы подняли, который только что ехал. Вон он уехал. Он проехал минута 10. BMW-шный М57-й мотор прошли со временем минута 0,6. Вот интересно, как дизель этот пройдет. Ну, я думаю, что из-за зацепления резины, вы видите, на бифигудричах, лысых, сцепления передних колес практически не будет. Сзад вообще тоже в таком состоянии. Я думаю, очень тяжело будет. Мотору-то, в принципе, мощи хватит. А вот сцепление колес с почвой будет проблематично. Ну, посмотрим. Может, произойдет какое-то чудо. Ну, как мне кажется, вряд ли. Но 4,2 было бы интересно, если бы на одинаковой резине. Такой же, как и Треподоро, как и у Мицико, было бы очень интересно. Ну, посмотрим сейчас. Очень много времени штурман потерял с этим шаклом. Видите, он мог бы со своим выскочить уже. И было бы все отлично. А так вот. Ну, малой пацан, такого опыта нет. 4,2 дизель. Отлично. Вторая перешел. Вот вам и дизель. Видите, на первую пришлось перейти. Слышите, уже, я думаю, что где-то 4-4,5 тысячи оборотов. Ну, тоже молодец. Минута 10. Если штурман отлично сейчас отцепит. Где-то минута 20-25. Так, минута 20. Шаклом бросай быстрей. Машину быстрей. Есть минута 29. Итак, Рома Чернамцов. Видите, штурман сейчас все правильно проделал. Он взял шакл, проверил, открутил его. Сделали натяжку минимальную по тросу. Выставились, понимая, что у них насколько оно будет удобно. Все, свой шакл они решили оставить. Или будет своим цеплять. Я таки не понял, если честно. Сейчас они просто подготовят. Поставить так, чтобы ему можно было быстренько вскочить. И палец ставить, и зажать. Да, видите, вот правильная подготовка. И четко продуманные вот эти вот мелочи. Играет очень важную роль. Поскольку это вами выигранные с секунды. Все, вот для удобства. Вот правую руку он все сделал, отпустил. Все есть. Теперь садится в автомобиль и ждет старта. Видите, правильный настрой. Настрой, который всегда на победу. Когда вы едете не просто так. А, повезет, не повезет. Надеетесь на скорость вашего автомобиля, что он вам поможет выиграть. А, вряд ли. Поэтому все вот эти мелочи очень важны. Надо бы правильно к этому всем уготовить. Ну, бывает и такое. Видите, так настраивались, а так все делали. Вот это бывает все. Но, блядь, обидно. Но ничего страшного. Потеряли очень много. 3,5 бензин. Но, видите, как говорится, перехвалил я ребят. Рассказал, что сначала все четко продумали. Продумали все. Даже натяжение. Но такая вот ошибка, блин, Романа. И все. Видите, бензинка 3,5. Сверлит, тянет, тянет. Минута 24. Где-то минута 29. Получится. Уже нет. Уже минута 30. Минута 35. Майзи 61-го патрола, которая в прошлом году, ну, мы пересекались с ней, это была там вообще обычный зелененький патрол, который, видите, во что превратился. Часть передней рамы патроловской, патроловские мосты, и сзади пространственная рама. И с амортизаторами аэршоками. Ну, и самое главное, это сердце этого автомобиля, это М-57-й мотор. Поэтому посмотрим сейчас, как он стартанет. Допустим, вот у ребят Струсковцов, у Миши и у Жени, ну, пришлось даже на четвертой передаче заходить сюда в поворот. Представляете? Очень тяжело было стартануть. Они из первой с понижайки, первая, вторая, и дальше уже аж на четвертой финишировали. Так, вот смотрите, как ребята точно так же все продумали. Шакл вешают. Есть. Штурман быстренько запрыгивает и пошел. Не теряйте время. Раскочегарь ее, раскочегарь. Давай-давай, теперь только вторая и пошел. Видите, сколько дымов. Да, видите, уже за две минуты. Короче, пацаны, вы видите, пацаны не могут, чтобы не потроллить друг друга. Расскажу, почему. Просто прозвище у Егора комбинатор, да? Вот они его уже все начали прозвать. Карбюратор, коллиматор, коммутатор, коммутатор, как угодно. Но, если я вам скажу еще интересную вещь, вчера этот автомобиль умудрился ночью выехать на ту горку, на которую в прошлом году участники не могли выехать с лебедками. Он вчера просто, просто своим входом туда поднялся и некоторые вот участники немного в шоке. То есть, да ну нахер, как? Вот эта вот машинка вчера своим входом туда поднялась, поэтому все возможно. Почему она поднялась? Потому что вечером хорошо посидели, видите? Так, ну что, видите? Блоки включили. Не знаю, лучше бы, наверное, не включали, но пилот сам принимает решение, как он считает, так лучше. Один КЗ-мотор, очень хороший, в принципе, но, я думаю, должен показать, ну не лучшее время, но одно из лучших. Она легкая, и ребята очень опытные. Опыт колоссальный, так что, штурман, как отработается? Смотрим. Отлично. Дальше новинка. Вторая и пошел, вообще, смотрите. 43 секунды. Ну, вранглер, вот на том повороте было 52, уже входил. Сейчас 48, еще не вышел. Ну, у вранглера пока было лучшее время по прохождению, по скорости, реально, ну реально вообще просто лучше всех. Здесь, да, уже теряется, не хватает чуть-чуть. Или вес, или мощности. ездили минута 0,6. Минута 13, 15, 16. Тоже неплохо пока. Штурман тоже отлично отрабатывая, смотрите, есть. Так, ну что, наши Прилуки будут сейчас пробовать, конечно, ну это реально не для Нивы. Потому что вес этих колес где-то, ну может быть, приблизительно до веса этой Нивы. Ну попробует, ребята, сейчас посмотрят. Лишь бы не порвать просто машину, потому что есть более интересные трассы, участки, на которых можно попытаться и получить как можно больше баллов. Это очень тяжело. Реально веса не хватит. Не, не надо. Не надо рвать правильно, пусть она останется здесь. Не, правильно, все, не надо их робить. Ну и здесь, я думаю, мотор все решит. Придаточные числа, которые в мостах здесь, тоже, я думаю, очень хорошие, пониженные, поэтому ему будет довольно легко это все сделать. Посмотрим, как, конечно, штурман сыграет при прикручивании шакла. Вот тут уже пилоты, думаю, отработает все только на ура. Тем более, что у него была сейчас возможность проехать кружок и опробовать, как ему вес, как оно тяжело, на какую передачу где переключаться. Так что, будет интересно все вот сейчас заезд. я думаю, где-то в тройку призеров попасть должен. очень шикарно стартанул. Вторая. Ну, как я вам говорил, где-то в призовых местах будет стопудово. Смотрите. Я не знаю, какая передача, где-то вторая, третья. Вы слышите, что он уже так посечки не хочет переключать. секунду даю карнет. Штурман. Так. Халк с мотором 4.7 от Гран-Чероки и мостами от Лапландеров. За Митцик, сори, я вам сказал, лаповские мосты, там у Немоговские мосты стояли. Поэтому, немножко вам такую неправильную информацию ввел, но вот интересно будет, как Халк сейчас поедет. от Гран-Чероки 4.7 мотор, лаповские мосты, в которых, в принципе, тоже предаточное число здесь подобрано очень хорошо. Мотора хватает. Мотор тут, я уже не знаю, там 4 или 5, как пацаны сами говорили, меняют его. Но машинка тоже очень яркая и правильно все продумано, построено. Но должна очень хорошо проехать. Посмотрим, как это получится у них. тоже Ветя. Последний инструктаж перед стартом. 3, 2, 1, start. 3, 2, 1, start. Воно, воно, давай! 4.7 тоже решает гран-чероки. Посмотрите, посмотрите, с какими он радиусами. Вот просто по полям там, блядь, его тянет. Вот трасса нахер не нужна. Ну, реально красавец. Смотрите. Смотрите. Время третье. Минута 0,9. 4,7 бензинка он решает. Ты скажи, ты маму утром бачил? Нет, она была так не была. Сегодня не была. Она сказала, чтобы штурман проверил все, чтобы доброе было. Все. По-любому. Если бы мама была, я тебе скажу, першим месяцем. Так, 2,8 патруль. Да, 33 колеса, Сильвера, прикиньте. Сейчас должно быть тоже интересно. Колесики маленькие, но мосты родные. патруловские. Сейчас штурман, если все правильно продумает, чтобы не потеряли время, а старте будет очень интересно. ну что, 2,8 родной мотор, стоковые пары. тяжко, 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 2,8 это, ну реально тяжко. Сейчас второе переключило, раскачегарит. 2,8 ну реально тяжело это. 4,2, да, вы видели, как патрул длинный, хорошо это все тянул. Бензинка 4,7 превзошла всех на этом кругу. Реально просто. Лапландер и 4,7 от Гранч Рокки порешали все. Ну и в Рампер очень хорошо прошел. Смотрите, вторая, пониженная, не хватает подворку, но уже дотянет, более дотянет. ой, то хорошие результаты вам скажу. Отцеплю, еще нормально в коридор вошел. Все, в машину. Блин, неплохо еще. Еще и неплохо, я вам скажу. Посмотрите, 2,8 еще и хорошо прошло, где-то 4,5 результат. Так, Андрюха на 4,8 решил все-таки попытать счастье свое. он вчера не участвовал, а вот на скоростных он как бы любитель. Бортовые есть, он зарегистрирован, все правильно, все в зачете, он едет, поэтому сейчас будет интересно. 4,8 бензинка на автомате, ну, я думаю, что должен, должен с легкостью его просто протянуть. Вот и все. Просто не знаю, как Андрюха пойдет или на механику, или на понижайку, не знаю, какую он тактику выберет, но реально интересно будет. Ну, я думаю, они еще сейчас правильно сделали, поскольку Андрюха едет первым, потом после него поедет Марик на таком же моторе, на такой же машине. Андрюха проверит, посмотрит, как удобнее ему идти, на какой передаче, скажет Марику, и Марик уже с этой тактикой поедет на своем патруле. Ну что, смотрим, 4,8, Стардан. Просто легко. Смотрите. Просто шикарно. Вес машины где-то 3 тонны, придавил. Здесь вообще просто шикарно. Даже притормаживает, смотрите, скидывает. Вот вам и 4,8. Поэтому 4,8 реально универсальный автомобиль, патрул с мотором 4,8, на котором вы можете... Ну, ничего. Который вы себе на каждый день и для соревнований тоже, поэтому... Ну, отлично. Так, ну что, Марик на 4,8 на резине такой же, как и у меня. На хорошеньких, красивых дисках десяткой шириной. Так. Последнее на остановы штурману. Правильно, чтобы все было намного проще. Колеса, Марик, колеса, какое давление у тебя сейчас? на травы, на травы, все деда. Вот полторашка. Вот полторашка. Видите, Марик всегда с женой в качестве штурмана. Она и на горке с лебедкой лезет, и везде. Видите, 12 секунд они уже уехали. На автомате, на траве, все, сейчас пошел. Сейчас там раскоксует. 43 секунды, 45, он сюда зашел, чуть назад. Если сейчас Иванка все очень четко быстро сделает, то будет реально, реально может быть быстрое время. 55. Шакл забери. Шакл забери. Не забрал. Иван, что шакл забери? Где забирай, забирай. Это у вас время. Садись, садись, давай. Нормально.